Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Выбираем здоровье». И сегодня мы будем с вами говорить о питании как важнейшем элементе качественной жизни. В 18-19 веке развитие наук, физики, химии, биологии позволило выяснить, что белки, жиры и углеводы являются очень важной составляющей пищи, продуктов питания и определяют ее энергетическую ценность. Но чуть позже, конец 19-20 века, стало понятно, что существуют еще какие-то элементы, существует еще что-то в продуктах питания, то, что во многом определяет течение пищеварительных процессов. И вот именно об этом мы будем сегодня говорить с нашей гостьей Дина Борисовна Куршева, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, член Российской ассоциации врачей-гастроэнтерологов. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Марина Викторовна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Дина Борисовна, появилась целая наука нутрицептика. Что это такое? Ну, нутрицептика – это наука о микроэлементах, макроэлементах и витаминах, которые мы должны ежедневно употреблять и которые будут профилактировать все заболевания нашего организма. То есть потребление белков, жиров и углеводов в рекомендуемых врачами количествах, врачами-диетологами недостаточно для того, чтобы человек был здоров и полноценным можно было бы назвать его питанием. Чтобы протекали правильно все процессы в организме, нам еще нужны и такие немаловажные элементы, как макроэлементы. Это кальций, магний, железо, хром, кобальт. Ну, практически вся таблица Менделеева. И такие же витамины, как витамины группы В, А, Е, С. Они должны быть в определенных количествах и в определенной дозе. При их нехватке полностью в организме развиваются авитаминозы, при их пониженном употреблении гиповитаминозы, которые так, ну, по-разному проявляются и которые надо своевременно диагностировать, а еще лучше профилактировать. Без применения фармакологических витаминных препаратов современному человеку, особенно городскому жителю, не обойтись. Мало кто может похвастаться, что каждый день проводит по 2-3 часа на солнце для выработки витамина Д, постоянно употребляет в пищу грубую клетчатку, богатую витаминами группы В, свежую зелень, ежедневно съедает как минимум по килограмму фруктов. При этом без поступления необходимого количества витаминов в организм человека, взрослого или ребенка, о нормальном функционировании системы органов говорить не приходится. Они участвуют практически во всех сферах жизнедеятельности организма. Это кроветворение, это работа с речесосудистой системой, пищеварительного тракта. Они участвуют в образовании ферментов и гормонов, то есть недостаток витаминов сразу сказывается в целом на состоянии организма. Поэтому применение витаминов действительно в нашей климатической зоне, она просто продиктована жизнью. В профилактических целях медики рекомендуют своим пациентам принимать комплексные витаминные препараты, содержащие также необходимый набор микроэлементов. Я бы сегодня сказала очень много хороших слов в отношении наших отечественных поливитаминов под названием комплевит. То есть это наша разработка, очень прекрасные поливитамины, причем с самого разного направления. То есть они могут содержать, например, какую-то определенную группу или собрать туда несколько витаминов, или целый комплекс, который применяется людям разного возраста и при разных заболеваниях, так и для профилактики заболеваний. Применение моновитаминов, таких как аскорбиновая кислота, витамин Д, фолиевая кислота, медиками практикуется в комплексном лечении уже существующих заболеваний. Появилось новое направление витаминов под названием цитамины. Это натуральные вещества, которые получают из ткани крупного рогатого скота и которые направлены на нормализацию деятельности как отдельных органов, так и в целом каких-либо систем. Прямо так и могут они применяться конкретно, например, при заболевании сердечно-сосудистой системы, при заболевании почек, при заболевании органов дыхания. Это, кстати, разработка наших отечественных ученых, и она заслуживает достойного внимания. Приступать к осенней витаминопрофилактике медики советуют в октябре-ноябре. Это поможет комфортнее пережить зиму. Существует линейка макроэлементов, которые обязательно мы должны в течение дня получать. К ним относятся железо, йод, селен, хром, магний, кальций. Существуют определенные проявления нехватки этих макроэлементов, когда мы можем заподозрить у пациента и отправить его в лабораторию, сдать эти анализы. И профилактически назначить потом эти препараты. Они существуют как отдельно, так и в дополнении с витаминами. Еще, когда пациенты приходят уже четко с обозначенной проблемой, достаточно легко назначить. Допустим, пришел человек с избыточной массой тела. Есть такой микроэлемент хром, который улучшает метаболизм углеводный, белковый. Здесь мы обязательно должны профилактически назначить этот препарат. За счет этого будет лучший обмен метаболизмом углеводов, улучшение обмена в печени. И за счет этого улучшается общее состояние пациента, быстрее и безопаснее снижается вес. Рацион современного человека очень отличается от того, какой был когда-то, много-много лет назад, когда человечество только появилось и развивалось. Какие рекомендации, каковы принципы питания современного человека? Вообще по витаминам всегда мы проговариваем по овощам и фруктам такой момент, что летом мы должны съедать до килограмма овощей и фруктов вместе, а зимой до полкило. Естественно, это не у каждого получается, и тогда на помощь приходят нам витамины. Особенно на прием витаминам нужно обратить таким пациентам, как спортсменам, потому что у них повышенный расход энергии, беременным, пожилым, детям. То есть это та группа лиц, которым обязательно в профилактических целях надо принимать витамины и макроэлементы. К этой категории, наверное, относятся и работающие в трудных и опасных производствах. И не случайно на комбинате эта программа реализуется по обеспечению киселями хорошего качества, левитовскими, мы уже это знаем. На сегодня мы батончиками угощали наших работников при прививках. Они попробовали у нас эти батончики, правильные батончики. И как раз это и позволяет сохранить работоспособность при повышенных нагрузках и требованиях к состоянию работоспособности человека. Скажите, пожалуйста, БАДы, биологически активные добавки. Эта тема очень дискуссионная, по-разному относятся к БАДам. Почему, что это такое, для чего они нужны и нужны ли нам? Ну, про БАДы нужно помнить, что это не лечебные препараты, что если у вас какая-то появилась проблема, то надо идти к врачу уже лечиться. А профилактировать свое здоровье БАДами, если они должного качества, смысл есть. Но надо тоже к БАДам относиться очень серьезно, потому что в аптеку, когда попадает лекарство, оно проходит, ну, большие рандомизированные исследования. А не все БАДы, на которых заявлены определенные свойства, проходят эти проверки. И, то есть, рекомендуемые, проверенные БАДы должны быть небезопасны для здоровья. К БАДам нужно относиться очень серьезно. У нас был ряд случаев, когда прошли пациенты с тяжелыми токсическими гепатитами на фоне приема БАДов. Ну, вот один из таких случаев – это Тинши препарат для снижения холестерина. Сама же распространитель этой добавки принимала. И, что самое интересное, очень сложно людям объяснить, что не все безопасно. Принимала мы ее на гормонах, то есть очень тяжело, около месяца лечилась. У нас даже до реанимации доходило. Перевели в общую палату, стало лучше. Она опять несет свои препараты нашим пациентам на других кроватях, рекламирует этот препарат. Есть еще одна очень интересная группа продуктов. Это пробиотики, пребиотики. Что это такое? Это препараты, содержащие питательные смеси для микроорганизмов нашего кишечника. Именно пробиотики. Чем они хороши? Что здесь мы не особо влияем на микрофору, мы просто ее подкармливаем. За счет этого восстанавливается нужная нам микрофора для нашего кишечника и уходит условно-патогенная микрофора. То есть, как правило, мы назначаем ослабленным пациентам, пациентам с диарейным синдромом, с запорами. Часто назначаются пробиотики, и пациенты сами иногда их пьют, знают уже после лечения антибиотиками. То есть, когда подавляется, но это не всегда надо делать, но когда у пациента какие-то диспептические проявления после курса антибиотиков появились, можно смело назначить про- и пребиотики. Ну вот сейчас есть возможность лабораторной диагностики состояния микрофлоры кишечника, факультативной микрофлоры, облигации. Анализ каланодисбактериоз делается, мы смотрим, почему он нам нужен. Там бывает и условно-патогенная флора, которую надо подкорректировать. Тогда уже мы кишечные антисептики назначаем, и только потом для улучшения уже качества. Для нормализации состава микрофлоры? Микрофлоры назначаются пробиотики. Лабораторная диагностика – еще и помощник медиков в диагностике пищевых аллергий. В клинико-диагностической лаборатории Центральной медико-санитарной части для этих целей применяют высокочувствительный метод иммуноблотинг. Для исследования берется кровь из вены пациента. В ходе анализа выявляется наличие или отсутствие в ней антител к самым распространенным пищевым и респираторным аллергенам. Лаборанты используют четыре стандартных аллергопанели – одну педиатрическую и три для взрослых пациентов. Каждая из них включает по два десятка самых распространенных аллергенов. Если вообще у человека аллергия, то есть сначала мы определяем общий моноглобулин Е, то есть он как скрининг-тест. Если моноглобулин Е повышен, общий, тогда мы уже раскладываем эту кровь на вот эти составляющие, на аллергопанели. В результате анализа пациент получает вот такой вот лист расшифровки. Человек, пройдя такое обследование, подробно узнает, какие пищевые продукты, а также респираторные раздражители вызывают у него аллергию. Такое понятие существует – пищевая непереносимость. Это тренд, это дань моди или это объективная реальность и проблема, с которой нужно заниматься? Да, это объективная реальность, потому что урбанизация, к сожалению, приводит промышленные города, приводит к нарушению экологии. И все чаще у людей мы видим ту или иную пищевую непереносимость. Целиакия – это непереносимость организмом человека белков, злаковых растений, в первую очередь глютена. Содержится он практически во всех хлебобулочных изделиях, крупах, макаронах. Скрытый глютен может быть и в колбасах, и в мороженом, и во многих других привычных для современного человека продуктах питания. По словам заведующей отделением гастроэнтерологии Центральной клинической медико-санитарной части Татьяны Масуновой, людям, страдающим длительными кишечными расстройствами, анемиями непонятного происхождения, обязательно нужно посетить гастроэнтеролога, чтобы пройти обследование и на целиакию тоже. У этих пациентов, когда они принимают определенные продукты, содержащие именно вот этот глютен, происходит срывы стула, то есть поносы появляются у больных, появляется вздутие живота, нарушается минеральный и электролитный обмен, то есть не происходит всасывание, и масса различных болезней дальше присоединяется, связанные с патологией кожи, волос, ногтей, может развиваться у этих больных сахарный диабет, появляются так называемые очень тяжелые герпетические дерматиты. Гастроэнтерологи медсанчасти располагают всеми необходимыми средствами для диагностики целиакии. Золотым стандартом обследования считается гистологическое исследование биологического материала 12-перстной кишки, который выполняется в ходе проведения всем известной японки. В прошедший год мы поставили два случая целиакии молодому человеку и молодой женщине. Это заболевание, они долгое время лечились по поводу диарейного синдрома, проходили обследование, и вот попав к нам в отделение, мы провели комплексное обследование, поставили этот диагноз и реально помогли этим людям. Наша территория, Южный Урал, это территория эндемичная по зубу. Вы помните, в школе йодные таблеточки нам давали? И сейчас этого нет. Так вот, остается это проблемой, йодный дефицит или нет? Да, эта проблема остается. Эндокринологи нам рекомендуют обычно принимать препараты йода профилактически с осени до конца весны, летом делать перерыв и потом опять возобновлять. Ну, такие препараты, как йодомарин, допустим. Но, наверное, в нашем эндемическом районе это вообще следует делать круглогодично, потому что летом почва наша не богата йодом, морепродуктов у нас достаточно мало или они все-таки привезены издалека. И поэтому есть смысл принимать профилактический йодомарин, особенно у кого какие-то есть проблемы небольшие с щитовидной железой. Единственная группа лиц, которым препараты йода запрещаются, это у кого есть аутоиммунные проблемы. Ну, опять-таки, в очередной раз мы говорим о том, что прием препаратов все-таки лучше осуществлять после рекомендации доктора, после консультации, после обследования, и делать это систематически, регулярно, под контролем, и тогда все это пойдет на пользу человеку. Голод и аппетит – это одно и то же. Ведь согласитесь, что можно быть не очень голодным, но с большим аппетитом, в прекрасной обстановке, замечательной компании съесть гораздо больше, чем в своей потребности в пище. Так вот, голод и аппетит – одно и то же. Это абсолютно разные вещи. Аппетит и повышенный аппетит – это уже нарушение пищевого поведения. Просто мы переедаем за столом. Существуют тарелочки, существуют правила руки, сколько мы в день должны съесть мяса, сколько мы должны съесть масла, фруктов. Пациент иногда не знает, сколько же я должен съесть белка. Мы объясняем, что вот в виде ладошки ваше мясо, то есть тоненькое, маленькое количество мяса. Правила фаланги – это какой кусочек сливочного масса, потому что не всегда можно измерить в граммах, не все понимают, что такое грамма. То есть фаланга пальчика – это сливочная масса. Это однократный прием или суточный? Суточный, суточный прием. Правила ладошек – это однократный прием за раз. Объем? Объем пищи, да. Это без жидкости? Без жидкости. То есть, ну, если есть какие-то дополнительные проблемы в виде рефлюксной болезни, жидкость тоже входит в эти же правила ладошки. В настоящее время много говорят об определенном количестве жидкости, воды в частности, которую должен употребить человек. Надо ли это, когда воду принимать, какая должна быть вода, газированная, негазированная, температура воды, можно ли принимать воду во время приема пищи, или это два разных продукта питания, которые нужно разделить. Вода в питании – что это такое? Ну, вода обязательно у нас должна быть. Если у пациента нет противопоказаний по приему жидкости, а это, как правило, только сердечная недостаточность и почечная, то в течение дня надо в чистом виде воды выпивать из расчета 30 мл на 1 кг веса. Ну, допустим, если пациент весит 70 кг, то он в течение суток должен выпить 2-100 кг. Ну, обычно диетологи говорят, в чистом виде из этого должно быть 1,5 литра воды, а все остальное мы получаем из овощей, фруктов, из супов, то есть остальную жидкость. Жидкость лучше выпивать маленькими глоточками в течение дня равномерно. Обязательно еще надо помнить, что утром у нас происходит обезвоживание за ночь, к утру. И именно вот в эти часы почему и бывают инсульты, какие-то тромбы в организме. То есть утром, проснувшись, выпить даже до 2 можно стаканов воды. Ну, кто 2 не может, хотя бы стакан – это вот обязательное правило для всех. И прекращать свой прием жидкости тоже желательно за 2 часа-3 до сна. Ну, во-первых, не будет ночных вставаний в туалет, а из-за бросов содержимого желудка в пищевод. Это профилактика рефлюксной болезни. Насчет какой температуры должна быть в воды. Ну, обычная комнатная температура. То есть холодная, если будет вода, у нас усилится перистальтика нашего пищеварительного тракта. Если она сильно теплая, то она не всосется быстро и будет стоять долго в желудке. А насчет, как принимать воду с едой или нет, это такой дискутируемый вопрос. Если нет рефлюксной болезни, то можно припивать еду водой. Это не будет дополнительным объемом в желудке. Но считается, вот некоторые диетологи говорят, если правильно приготовленная пища, то ее запивать и не хочется. То есть лучше, наверное, разделить и выпить там через час. Либо до обеда. Например, до обеда, обед или прием пищи, а после уже через какое-то время еще. Дина Борисовна, что могли бы Вы пожелать нашим телезрителям? Я бы хотела пожелать нашим телезрителям придерживаться рационального питания, хотя бы стараться вникать в то, что мы едим. И обязательно всегда я рекомендую всем своим пациентам не ограничивать себя в овощах и фруктах. Из них мы получаем большое количество витаминов, макроэлементов. Сейчас особенно такой богатый сезон овощей и фруктов. Не надо заменять их какими-то пирожками, пироженами. Это все вкусно, приятно и полезно для организма. Спасибо большое, Дина Борисовна. До новых встреч, уважаемые телезрители. Очень важно, чтобы мы сами понимали, что мы едим, что попадает в рот. Особенно я обращаюсь к женщинам, которые во многом определяют пищевое поведение, пищевую культуру членов своей семьи. И очень хочется, чтобы пища для нас была источником здоровья. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин